Доброе утро. Я нахожусь на стадии... О, какой у меня голос. Я нахожусь на стадии попыток встать с кровати. Сейчас 6 утра, и мне снились странные сны. Очень вкусно. Вы знаете, я тут поняла, что я немножечко завидую людям, которые вот сейчас летом просто ничего не делают. То есть просто вот кто просыпается утром, когда захочется. У них нет особо каких-то планов. Они просто отдыхают, чилят, смотрят сериальчики, ходят гулять, и всё. И я действительно, то есть я вот не помню этого чувства, когда последний раз такое было, чтобы вот именно такую свободу какую-то чувствовать. О, блин. Хотя, конечно, меня никто не заставляет тоже, да, и там сидеть, учиться, работать по столько часов в день. И я понимаю, что я это делала не просто так, потому что мне в голову взбриндило этим заняться. Я это делала для определённой цели, и я понимаю, что оно того стоит. Я знаю, что оно того стоит. Но иногда, вот знаете, думаешь, да, зачем оно всё надо, а вот если не получится, и это всё было... Нет, это по-любому не зря, потому что всё-таки, да, развиваться это всегда здорово. Здорово. Просто я думаю даже, возможно, летом себе сделать какую-нибудь вот такую неделю, когда я не буду ничего делать. Просто буду вставать утром, ходить по дому и ничего не делать. Ну, я не знаю, даже представить такого не могу, и я не знаю, как мне так сделать, потому что... Ну, то есть, ну как? Я люблю то, что я делаю, я получаю от этого удовольствия, но это не отменяет того, что я иногда очень сильно устаю. И того, что иногда мне хочется вот таких вот дней, когда просто я ничего не буду делать. Ничего абсолютно. Тем временем я собираюсь купить себе курс по английскому языку для того, чтобы апгрейдить свои навыки, свои знания. Никогда не останавливаюсь, всегда продолжаю апгрейдить. И у меня именно цель сделать свою речь более натуральной, ну, вы понимаете, и как-то продвинуться в писательстве, писать в плане, там, писать всякие эссе и какие-то такие более-менее формальные штуки, потому что давно, мне кажется, я ничего не писала. А вы знаете, да, что если долго не практиковаться, можно всё быстро растерять, а я не хочу. Я очень дорожу своими всеми знаниями, они мне очень дороги, дороги и в прямом и в переносном смысле. Я провела два занятия, одно было полтора часа, другое час, и я очень проголодалась. У меня есть 10 минут, чтобы поесть, я, наверное, сделала себе этот салат быстро. И у меня будет испанский, и вот я не знаю, чем я думаю, когда делаю себе такое расписание, когда я заканчиваю вести английский, и потом через, не знаю, через 10 минут у меня испанский начинается. Просто вспомним времена, когда я только вот прям не преподавала английский, я только занималась английским. И если у меня, например, я знала, что у меня вечером урок английского, то я за день не занималась испанским. И наоборот, если я знала, что у меня вечером урок испанского, я не занималась английским. Я не хотела сбивать себя с языка. Ой, куда вся эта система делась? Не, на самом деле сейчас нормально. Ну, нет, мне с испанского на английский легче перенатракивать, чем наоборот. Я так хожу, слушайте, я вас не раздражаю? Я себя раздражаю просто чуть-чуть. Все, если вы позволите, я буду резать салат. Я тебя делаю. Я делаю. Я делаю. Я делаю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот не заметишь, вот я жила три года, я не замечала, потом я сделала презентацию для универа, заметила Сейчас мы будем очень увлекательно сидеть, работать Увлекательное времяпровождение вместе С минералочкой Посмотри, какая у меня заставка красивая Угадай, что за город Это подарок, который Лера привезла Если что-то непонятно, я говорю, что вообще... Да, один из, еще кофеечек Будешь пользоваться? Конечно! Спасибо! У меня, по-моему, от этой же штуки, вот эта в плане И он, кстати, заканчивается Ха-ха! Я не знаю, а ты знала! Да! Вау, на камере вообще супер! Ох, как я это все люблю! Так... А с точечкой, я никогда не была с точечками Ну вот Ну, мне кажется, самый оптимальный, потому что клеточка, уже устаешь, линеечка не всегда удобна Да Мне вот такое нравится, но я иногда так и выпишу Что я готовлю Пол одиннадцать два Время ужинать? Да Так Сковородочка Ушла из страны Сегодня у нас в меню Что-то азиатское Гречевая лапша Азиатская смесь В принципе, это должно быть очень быстро А ты такое не готовила, да? Нет, я вообще не Экспериментирую Приступим Сделать встречи Ну можно Ой-ой У-а-а И все Ясно Готовить пол одиннадцатого Это явно не мое Мы как раз здесь делим блог, мы здесь съездим, снимем эфир, сделаем встречу. А вот люди, которые не подписаны на мой инстаграм, пропускают просто вот всё. Всё висит. И я, мне кажется, сейчас реально что-то вот сделаю не так. Так, мою кровью надо поднять. Ой, так серьёзно, сразу начала готовить. Стараюсь. Ой, а там, оказывается, я. А я вот так стою в зеркале. А я, кстати, тоже всегда это сесть расслабляющийся. Ну, как бы я вообще-то села в отдых. Ну, что, вы бросите в Димак. Ну, я не знаю, в общем-то, там что-то, что-то сделаешь. Лучше, чем ничего, да, какие-то кадры. У меня есть кунжут, мы сверху посыпем, и будет красиво. Я тебе про влог. А? Я тебе про влог. Ну, типа будут кадры во влог. Волчь-вомба. Я соскучилась по Итюбу. Своя просверка. Я тоже. У меня девочка, кореяночка, которая приехала. Она, в общем, она снялась, что она сделала мне в логию, чему-то русский. А, я тогда. Так, а вот это, в общем, она мне говорит. А когда я с ней такое увидела, они сказали, что у тебя за месяц на чудо не было влога. Мне иногда пишут в комментариях, либо на английском что-то вроде, здесь, кто еще здесь учит русский. А, кстати, да, недавно. Да, и недавно мне написали на каком-то языке. Я предполагаю, что это либо итальянский, либо португальский, потому что я поняла, но слова не знакомы. В плане, то есть, похожие на испанский. Мне кажется, сюда еще нужно будет соусы, соусы, да. Просто до самого экрана. Измените значение зума. Нормально? Да, я не знаю, что это значит. Рубрика лайфхаки. Лайфхак, смотрите, вот этот вот. Как бы эта штука не называлась, я не помню. Душлаг? Да. Мой лайфхак. Как я делаю? Я беру вот так крышечку, беру крышечку, вот так крышечку. Ну да, я тоже так обычно делаю, но мы просто оттуда беремешель, мы не постараемся. Понимаешь, опрос, столица придет на нашу. Ага. Ну, я думаю, мало будет. Ну вот, если мало – хорошо, если много – хорошо. Ну да, ну типа, знаешь, опрос там будет, типа, вы изворотишь. И просто 99 или 99. Изворотишь, потому что изворотишь эту церковь серьезно. Ой, надеюсь, я… Казалось бы, вот что можно сделать вот так здесь? Купить невкусное. Если что, я это… Вот что, привидение? О, у меня есть фото, где я привидение еще покажу. Смотрите, теперь можно добавлять музыку в Инстаграме. Давай, ну что… Вик, ну ты что за блоги? Это должно быть идеально. Ахахахахаха. Ахахахаха. Я уже облажалась темно. Я прямо в этом неизвестно. Ахахахахаха. Ну что, как китайском попробовать поесть что-то и просто попробовать разный кукаку? Тебе это интересно? Да, мне это интересно. У меня что-то хрустит. Вообще-то мне бы поспать. Ну ладно, опустим этот момент. Я думаю, может быть, блог закончен. Как раз время уже. Да, время просто каргуляции. Если что, пожалуйста, благодарите меня, потому что я доставляла Вику полдня снимать влог. Да, я полдня, как обычно, забываю снимать влог. Да, давай я. Спасибо, Валерия, спасла этот влог. Мы увидимся с вами завтра. Поедем в маленькое путешествие, я надеюсь, что все получится. Даже я, понимаете? Сначала я поеду в маленькое путешествие в Минивер получать экзамен. Да, да. Всего. Да, Ольга. Ой, 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 ой. Все, Рыба. Не накушает. Да, не накушает. Ольга, не накушает. Все, ловьте свои мечты. Наслаждайтесь жизнью перед волосами. Кладом на ряду. До новых встреч. До завтра.